Слава нашему Господу Прекрасному! Аминь! От Востока, да, от восхода солнца и до заката дня Это такая радостная просто весть от Господа, что Он всегда с нами Проснулись и засыпаем, и все 24 часа сутки Он всегда рядом Его любовь всегда рядом, Его милость всегда рядом Его благодать всегда рядом, Его Слово, оно рядом То есть Господь очень близко к нам И слава Богу, что сегодня мы имеем эту привилегию Мы имеем эту просто от Господа милость Собираться в этом зале вместе Собираться как церковь вместе, как семья Слушать Слово Господа, учиться у Его ног Просто принимать то, что Господь приготовил к нам Вы готовы принимать сегодня от Господа? Не от меня, от Господа Я человек, мы все люди Но когда Бог дает нам, Он всегда дает, Он знает Я не знаю каждого сегодня, у кого какая нужда Но Бог знает тебя Он знает, что в твоем сердце Он знает, что ты сегодня проходишь Он знает, где тебе тяжело Он знает все И поэтому Он сегодня здесь, чтобы послужить Он уже тебе послужил сегодня во время поклонения и прославления Аминь Кому Господь просто уже послужил Ты уже понимаешь, что Бог прикоснулся Кого-то исцелил, кого-то обновил в силе Кому-то дал надежду, кого-то утешил Когда мы поклонялись, кому-то напомнил о том, что Его любовь всегда рядом И это чудесно, аминь Давайте мы закроем глаза свои Просто поблагодарим Бога за то, что Он нам приготовил сегодня Боже, спасибо Тебе Спасибо за Твою истину За Твою жизнь За Твое слово За то, что мы сегодня, Господи, с Тобой За то, что Ты нас нашел За то, что Ты нас оправдал За то, что Ты сегодня держишь нас в своей руке И не отпускаешь И мы просим, благослови нас сегодня слышать Тебя Принимать от Тебя Учиться у Тебя, Господи Учиться из Слова Твоего Пусть это семечко падает глубоко в наше сердце Пусть наше сердце будет доброй почвой Пусть мы приносим плод Во сто крат и более, Господь Благослови сегодня Каждое сердце Чтобы принять от Тебя Сохранить это семя И принести плод Во имя Иисуса Христа И весь народ да скажет Аминь Мы сегодня поговорим о такой важной Я считаю, что очень важной вещи в нашей жизни Есть Давайте мы откроем Ефесянам Это пятая глава У меня сегодня такое послание Слово такое к себе в первую очередь И каждому из вас Дорожите временем Время Что такое время, да? Наша жизнь измеряется временем Кому-то дано больше времени Кому-то меньше Есть время, которое уже прошло Его никогда-никогда не вернуть, да? Есть время, которое не настало Есть сегодня, которое у нас есть Сегодня, сейчас время Время Вы знаете, в Библии В Ефесянам Написаны такие прекрасные строки И мы откроем с вами Это пятая глава Давайте щит С пятнадцатого стиха Смотрите, что Что говорит Павел Он говорит Итак, смотрите Поступайте осторожно Не как неразумные, но как мудрые Дорожа временем Потому что дни лукавы Итак, всегда это Как какой-то итог, да? Итак Мы подводим какой-то итог И он говорит Смотрите Смотрите, поступайте осторожно Осторожно Он просит, как бы Поступайте осторожно Обычно Обычно нас просят Поступать осторожно С чем-то хрупким С чем-то ценным Оказывается Время очень ценное Очень хрупкое Это то, что нельзя купить Это то, что нельзя вернуть Это то, что можно потерять Это то, что можно сохранить Это то, что можно употребить Правильно или неправильно Бог дал нам время Бог дал нам жизнь И Павел говорит, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. И так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». И там далее, можете дома просто прочитать, написаны как совет, как же поступать, как же дорожить временем. Господь говорит, дорожи. Вы знаете, буквально в понедельник разговаривали с братом одним, с Бахтистской церкви. Он говорит, мы тоже говорили о времени, о том, что все так быстро течет, жизнь быстро пробегает. Он говорит, представляешь, была сестричка, в субботу проводили служение, такая ревностная, она в хоре поет, людям сильно помогает, там пошла на огороде, кому-то помогла, там благословила, там помолилась. Ей 59 лет. Но, говорит, она такой просто живчик. И, говорит, как-то было служение, последнее служение, и у них в церкви вот крест так стоит на сцене. И она, говорит, подошла, говорит, брат, сфотографируй меня. Я хочу, чтобы ты эту фотографию повесил у меня на могиле. Говорит, меня так эти слова напугали. Говорит, ну ты что, сестра, говорит, ну, живи долго, ну, что ты такое говоришь. И на следующий день ему звонят и говорят, что эта сестричка, она встала, делала, как обычно, свою работу, еще успела где-то пойти послужить, и она просто резала арбуз и так отклонилась, отклонилась, присела и все, сердце ее остановилось. И, говорит, я, ну, мы не ожидали этого, потому что мне болело, бегало, все нормально, еще 59 лет вроде бы еще жить и жить. И ее, как бы, это время остановилось на земле, да, и оно продолжилось в небе. Потому что, говорит, она, ну, настолько любила Господа, и жизнь ее прославляла Христа, она верила в Бога. Но этот трудный период наступил для ее мужа, он еще не со Христом, она для него была всем, Богом, надеждой, опорой. Для него просто был шок, и ему сейчас это время, когда он будет познавать Господа, будет приближаться к нему, и она сильно хотела, чтобы он покаялся. Я о чем говорю? Мы просто размышляли и говорили, что она не знала, что-то, может, было, говорит, у нее было какое-то, потому что еще мужу она какие-то вещи говорила за неделю. И тогда Господь открывает, в последние дни какое-то есть у тебя понимание, что ты скоро уйдешь. И многим людям, ну, как бы, люди свидетельствуют, говорят, что там бабушка тоже одна, говорит, чувствовала, что она скоро уйдет. И говорит, она говорит, позови мне ту женщину, мне надо с ней помириться. Вот это я хочу, чтобы ты отнесла там, где дом раздала. Вот это, то есть даже они, как бы, при жизни, ну, хотели правильно распорядиться тем маленьким временем, которое им осталось, как бы, что-то развязать, разрешить, что-то доделать, чтобы, как бы, успеть сделать. И вы знаете, наша жизнь, она действительно, как пара, являющаяся на малое время, на такое малое. И сегодня Господь, я верю, что Он к тебе и ко мне говорит, времени очень мало. Действительно очень мало времени. И Его пришествие очень близко. И никто не знает, действительно, когда, когда вот мое время, оно остановится, как у этой сестрички. Никто не знает, не знал ее муж, и для него сейчас испытание. Она пошла домой. Но для семьи это испытание, это время трудное, где им надо прожить, пройти и что-то понять, осознать. И для каждого из нас дается время. У каждого свое. У кого-то 10, у кого-то 20, у кого-то 30, у кого-то 99. У каждого свое, и только Бог знает. Вы знаете, кто-то сказал, если бы мы знали, так как когда тебе дают тысячу гривен, и ты знаешь, что вот у тебя тысяча гривен, ты на нее рассчитываешь, да? Но ты не знаешь, сколько у тебя времени. Никто не знает. Бог закрыл это от нас. И Павел говорит, драгоценные, вы не знаете, вы не знаете, когда. Времени мало. Дорожите, 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 говорит. Давайте мы откроем Деяние, 17 глава. Смотрите, что написано в Деяниях. 17 глава, 24 стиха. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь рот человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как некоторые из наших стихотворцев говорили, мы Его и Род. Бог сотворил все, Бог сотворил мир, и Бог дал нам жизнь. И Он, посмотрите, что написано, да, зачем Он вообще дал нам это время, зачем Он нам дал эту жизнь. Написано, дабы мы искали Бога, не ощутим ли Его и не найдем ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Бог недалеко от каждого, но у Господа есть цель, и Он хочет, чтобы мы искали Его, ощутили Его, нашли Его. И когда ты ищешь Господа, что-то происходит на этом пути к Богу, когда ты ищешь Его больше всего на свете, желаешь Его больше всего на свете, внутри тебя происходит, происходит Божья работа, что-то умирает, что-то воскресает, что-то отпадает от тебя. Бог просто творит все новое внутри тебя. И Он говорит, я создал тебя, в первую очередь, чтобы ты имел общение со мной, чтобы ты искал меня, чтобы ты ощутил меня, чтобы ты пережил мою любовь, чтобы ты встретился со мной. Я хочу жить в тебе и через тебя. И Господь, Он дает нам это время. Что я сделаю со своей жизнью? Что я сделаю со своим временем, которое мне дано? Что я сделаю с тем маленьким? Уже я что-то сделала. То есть мне сегодня уже 44. И я сделала уже со своим временем что-то хорошее, что-то плохое. Были годы, когда я расточала свое время. Были годы, когда я не понимала, как его разумно тратить, куда его вообще, как жить правильно. Но слава Господу, что пришел Господь. И Он учит меня, как правильно распределять свое время, как правильно распорядиться той жизнью, которая остается у меня. Как действительно, вроде бы, столько всего нужно, как правильно расставить эти приоритеты. И только без Бога мы не можем этого. Драгоценные. Только с Ним мы поймем, как правильно. Только Он подскажет, только слово Его подскажет, на что нужно употреблять свою жизнь. А от чего нужно бежать? Куда нужно вкладывать свое время, все свои силы, все свое желание? От чего нужно удаляться? И поэтому нам нужно настолько изучать Слово Божие, настолько не просто поверхностно считать, не только пробежаться, знаете, а углубляться, изучать, размышлять, чтобы нам понимать, как же нам проводить это время на этой земле, что же хочет Бог от меня. И мы читали, да, что когда Павел говорил, что дорожите временем в дни лукавы, и дальше познавайте, что есть воля. Я могу исполнить свою волю, я могу жить, как я хочу, но Бог хочет, чтобы я исполнила Его волю, чтобы в каждом дне я понимала, где Он меня хочет видеть, как Он меня хочет использовать, что Он хочет через меня делать. И это возможно. Есть ли у меня желание узнать это? Есть ли у меня желание позволить Ему говорить в моё сердце? И Бог говорит, делай это, да, познавай, пробуй. Давайте мы откроем Матфея 25 главу. Здесь есть история, которую мы все читали, притча о десяти девах. И она нам что-то, мы немножко поразмышляем. Она нам покажет некоторые вещи. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Смотрите, там было написано, поступайте как то, как мудрые. Да? Не как неразумные, а как мудрые. И тут, смотрите, было пять девиц. Было пять, было десять. Пять мудрых дев и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Смотрите, что такое взять? Они просто взяли светильники. Там чуть-чуть было масло, но они не взяли, если вдруг закончится, да, долить. Я думаю, сосуды не были такими лёгкими. Нужно было мудрым напрягтись, да, приложить какое-то усердие, найти это масло или купить это масло, потратить на это время какое-то, да, залить в сосуды и взять с собой. Неразумные, я думаю, они не сильно хотели, ну, напрягаться, думают, да, может, хватит масла, всё нормально, встретим жениха, успеем. Не догорят наши светильники, хватит масла. И они не хотели напрягаться, тащить что-то в своих руках. Но что произошло? Жених не пришёл, как они ожидали. А он замедлил. И задремали все, и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот, жених идёт, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка, и у нас, и у вас. Пойдите лучше к продающим и купите себе. И когда же пошли они покупать, пришёл жених. И готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. И после приходят прочие девы и говорят, Господи, отвори нам. А он говорит им, истинно говорю вам, я не знаю вас. И так, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придёт Сын Человеческий. Не знаете ни часа, ни дня. Смотрите, мудрые девы, когда постучал жених, когда пришёл, они были написаны, обратите внимание, десятое, готовые вошли. И дверь затворилась. Готовые. Они были готовые. Войдут готовые. Вот мы сейчас все здесь сидим. Представьте, сейчас Иисус пришёл. Ведь на этом месте также есть девы, у которых просто светильники. и у которых есть светильники и масло в сосудах. И войдут готовые. И мы думаем, Господи, как вообще знать, готовые, а не готовые. Как понять? Да, есть масло, нет масла. Многие теологи по-разному говорят, что такое масло. Они говорят, что это, ну, наш сосуд, это как, ну, наш дух. И у нас Христос, его характер. То есть, он должен узнать нас. Когда придёт Бог Отец, он должен увидеть нас Христа. Он узнает нас, потому что, вы видели там дальше, он говорит, я вас не знаю. Да, не просто, что там у вас масла не хватило. Я вас не знаю. Я вас не знаю. Куда я трачу сегодня своё время, своё усердие? Наполняю ли я свой сосуд маслом? Наполняю ли я своё сердце Господом? Позволяю ли я Богу, чтобы он менял мой характер и я становила всё больше и больше похуже на Христа? Моё время. Это было их время. И они трудились. Мудрые трудились. Вы знаете, написано «Начало мудрости страх Господен». Я заметила такую вещь и по себе теряешь страх Господень, перестаёшь дорожить времени, перестаёшь правильно его использовать. Когда ты будешь иметь страх Божий, это почтение к Богу, это не то, что ты его боишься, это уважение к Богу, почтение, ты тогда будешь дорожить каждым днём всем, что Он тебе даёт. Ты будешь бережно, очень бережно, очень аккуратно просто относиться к своей жизни, ко всему, что у тебя есть, в тебе, рядом с тобой, к людям, ко всему, то, что Бог даёт тебе, ты будешь очень бережно. начало мудрости, страх Господен. Любишь Господа, есть отношение у тебя с Богом, есть страх Господен, есть почтение, уважение, и это поведёт тебя, поведёт к тому, что ты будешь дорожить, ты будешь дорожить временем своим, ты будешь просто правильно его использовать. Ты будешь находить время, чтобы действительно поклоняться Богу, мы будем находить время, чтобы больше пребывать в Слове, чтобы готовить себя. Я хочу быть готовой. Я говорю, Господи, я хочу быть готовой, я не хочу быть неготовой, я не хочу быть неразумной, я не хочу прогулять какое-то время, чтобы потом оказаться за дверью, чтобы потом оказаться неготовой. Вы знаете, готовность, готовность, это очень серьёзные вещи. Просто если даже взять такой пример, спортсмен, да, чтобы показать хороший результат, он готовится. Он не просто сегодня пришёл, сказал, я буду сегодня соревноваться, да. Он готовился, он тренировался, Он тратил на это свое время, усилия, он правильно питался, он готовился. И потом он выходит, он побеждает, он показывает хороший результат. И мы сегодня видим, да, тоже есть ситуации, где, если воины, они готовы, они в готовности, они во всеоружии, какая-то атака, выстрелы, они способны отразить, они готовы были, они готовы были к этому наступлению, они готовы были к этой атаке. У них мечи были наточены, у них были все патроны, все, что надо. Они были на чеку, и они победили, они отразили это наступление. Я хочу сказать, что когда день злой приходит каждому, нету такого человека, у которого все было и будет хорошо. День злой он приходит каждому, день трудный приходит каждому. И каждый знает, что-то проходил уже. И вы, наверное, знаете, что когда приходит этот день, уже нет времени бежать готовиться. У тебя уже, ты уже, какой есть, такой есть, и ты уже в это время берешь то, что у тебя есть и отражаешь. Нету времени бежать, шлем искать, шнурки завязывать, меч точить, нету. Да? В четверг где-то закатился искать, нету времени. Это приходит так раз и пришло. И ты, может быть, не готов, потому что где-то проспал, прогулял, где-то не на то потратил время свое, где-то не заботился о самом важном, ценном, чтобы назидать свой дух, чтобы питать своего духовного человека. И был не готов. Но милость Божия так велика. Знаете, даже когда мы не готовы, оказываемся, милость Божия так велика. Не бойся просить помощи у того, кто готов, тому, кого ты доверяешь. Не закрывайтесь, делитесь. Говорите, что вы нуждаетесь в помощи, это очень важно. И может быть, ты не сильно готов, наполовину готов, но Господь пошлет тебе человека, который поможет тебе в твоем сражении, который поможет тебе пройти то, что ты сегодня проходишь. Воюешь, воюй, но также труби, открывайся, проси о помощи молитвенной или еще какой-то. Не бойся говорить это, не бойся просить этого. Я не говорю, чтобы мы переложили на кого-то свою ответственность, но когда ты чувствуешь, что ты где-то слаб, проси помощи. И Бог даст, потому что Бог милосерден. Он даст, поможет. Аминь. Аминь. Так что нам действительно нужно иметь вот эту готовность. Вы помните историю Есфирь? Помните? Четвертая глава. Мы прочтем пару стихов. Есфирь, она... У нее тоже как бы было время такой подготовки, когда ее натирали маслом, когда она оказалась в доме царя. И вот пришла ситуация, очень тяжелая для иудеев. Что произошло? Их должны были всех убить. И Мардахей, он пришел к Есфири, и он сказал такие слова, 4 глава, 14 стих. «И если ты промолчишь...» С 13-го давайте даже. «И сказал Мардахей в ответ Есфири, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского». Было время, нелегко для иудеев. И Есфири нужно было войти к царю и попросить. И она не могла туда войти, просто пока царь не позовет. Это грозило ей даже смертью. И она Мардахею сказала, что это очень опасно. И Мардахей говорит, «Не думай, что ты одна спасешься, а мы все погибнем». И он говорит, «Если ты в это время промолчишь, то избавление, оно все равно придет, но с другого места». И он ей говорит, «Не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». Вы знаете, Господь к чему-то каждого из нас готовит. И может быть, сегодня он говорит, «Я готовил тебя, я одевал тебя, я очищал тебя, я поил тебя, я учил тебя, я утешал тебя, я исцелял тебя». И он говорит, «Не для этого ли времени я тебя приготовил?» И он сегодня говорит, может, многим из нас, если ты промолчишь. Понимаете, есть время, когда нам нужно молчать в каких-то других вещах. Но когда касается спасения, Бог говорит, «Если ты промолчишь, придет спасение, но с другого места». Но Бог говорит, «Я хочу, чтобы это было через тебя». Он говорит, «Это время не молчать сегодня. Это время сегодня говорить истину. Это время сегодня являть любовь Божию. Это время сегодня утешать. Это время сегодня просто подымать людей. Это время сегодня вдохновлять людей. Это время сегодня давать людям надежду. Это время сегодня. Не для того ли времени Бог приготовил тебя сегодня, восстановил тебя, дал тебе свободу. и слава богу что и сыр не промолчала она рискнула и мы знаем конец да что народ был спасен она просто в милость божия простерлась и была победа бог готовит бог что-то делает он говорит время нам нужно различать времена но нужно действительно быть настолько чуткими господу к его духу божьему нам нужно понимать экклесиастом написано что всему есть время время любить и ненавидеть время дал строить разрушать время созидать есть время на все нам нужно понимать время и бог со делал все прекрасным свое время и написано вложил мир в сердца он со делал все прекрасным свое время и нам нужно просто понимать вот сегодня мне дан день сегодня мне дано время господи как мы с тобой его сегодня проведем мы можем его потратить знаете дьявол уже сон обманывает насчет у нас может заводить куда-то и мы время смотрим пролетел день время пролетело непонятно куда оно ушло много дел много всего нужно сделать но нам не нужно забывать и самом важном о господи об общении с ним а то что действительно нам нужно вооружаться слове в истине утверждаться господом укореняться в его любви изучать списание применять свои сани находить время на молитву вы знаете скажите вот ну допустим ну собрались мы как будет правильно потрачено время если мы просто поговорили пообщались общение хорошее да ну это хорошо может кого-то там о ком-то поговорили целый час обсудили кого-то целый час или мы собрались и провели в молитву сейчас в молитве за этого человека может который нам где-то не нравится ли что-то сделал больно как мы где где люди правильно потратили время первое или второе второе там где помолились да то есть вот каждый наш каждый день он складывается с каких-то как пазлы знаете и нам просто нужно всегда задать вопрос господи это вообще вот это мое время как его это правильно будет если я вот так сделаю или я его просто потрачу пустую сегодня мы тратим время можем тратить на ссоры на какие-то зависти на какие-то вещи которые нас разделяют мы можем тратить время на то что не назидает на то что разрушает но мы можем потратить свое время на то что созидает на то что нас слепливает наших семьях нашими детьми с мужьями женами с друзьями в церкви в служении да то есть и господь говорит мы читали что назидайте себя с песнями пойти пись новую господу не упивайтесь виновную исполняйтесь духом и до этого смотрите давайте мы вначале откроем римлянам 13 11 14 стих римлянам 13 13 глава с 11 стиха смотрите что написано так поступайте зная время что наступил уже час пробудиться нам от сна ибо ныне ближе к нам спасение нежели когда мы уверовали и в ефесянам там где мы начинали читать да дорожите временем смотрите чуть чуть выше стих написано посему сказано встань спящий и воскресни из мертвых и осветит тебя христос и потом уже павел говорил дорожите временем да потому что дни лукавы и до этого в ефесянах там целая целая глава написано что не будьте не участвуйте в делах тьмы испытывайте что благоугодно богу обличайте дела тьмы не скверно словите то есть не не блудите то есть то есть много есть вот можете пятую главу дома перечитать мы сейчас не будем тратить время перечитать и то есть он говорит как не нужно тратить свое время куда не нужно употреблять свое сердце от чего нужно убегать от чего нужно удаляться потому что все обнаруживается делается явным от светом и все делающееся явным свет есть стань спящий воскресни из мертвых и осветит тебя христос вы знаете может быть кому-то сегодня просто нужно ну пробудиться ты где-то уснул и бог говорит пробудись встань спящий время так коротко некогда спать некогда тратить время не туда то есть нужно его правильно употребить просто правильно использовать то что господь нам дает и мы дальше читаем римлянам я вас не запутала так дальше читаем 13 глава 12 стих ночь прошла а день приблизился и так отвергнем делать мы обличемся в оружии света как днем будет будем вести себя благочинно не предаваясь не пированием не пьянству не сладострастью распутству не ссорами зависти но облекитесь в господа нашего иисуса христа и по печенье о плоти не превращайте в похоти пришло время наступил час пробудиться сегодня ближе к нам спасение чем мы уверовали сегодня ближе к нам спасение и павел говорит то что нам сейчас нужно облечься в оружие света и облечься в господа не лениться не спать проснулся облечься его оружие света и облечься в господа люди будут узнавать нас по любви которая будет между нами будет узнавать что мы его ученики если будет любовь между нами если мы будем облечены во христа в его характер мы будем одеты как в эти новые одежды будем позволять богу жить через нас и это есть когда ты правильно распоряжаешься своим времени ты уделяешь время чтобы обликаться ты уделяешь время чтобы смотреть в слово чтобы увидеть как в зеркало может что-то нужно выкинуть что-то поправить чтобы что-то изменить ты вникаешь в слово и ты бог показывает тебе твой путь он показывает тебе куда тебе идти куда не идти слово божие драгоценное может кто-то очень мало сегодня пребывает слове у тебя нету времени на слову тебя нету времени на молитву, у тебя нет времени, чтобы дома просто поклониться Богу, у тебя нет времени, чтобы помочь своему ближнему, у тебя нет времени, чтобы просто что-то сделать для Господа. И Бог говорит, пересмотри, проснись, пробудись в этом, облекись в Меня. Это важно, на это стоит тратить время, на это стоит тратить свою жизнь. Если ты воспитываешь своих детей, воспитывай их, как для Господа, от всей души. Если ты на работе, работай как для Господа, если ты моешь полы, мой полы как для Господа, если ты кому-то что-то делаешь, добро какое-то, делай это как для Господа, делай это как для Господа, во всем мы не можем разделить, мы не можем разделить вот эта церковь, вот это моя жизнь, вот это служение, четверг, воскресенье, вот это Господь, я тут с Ним, а там я сам с собой, мы не можем это разделить, где бы ты ни был, что бы ты ни делал, Бог говорит, все делай, все, все, учу уроки сына мне господь говорит дело это как для господа что-то делаешь да никто не видит но бог видит буквы делай это как для господа по-настоящему искренне жертвенно служишь ему тело это как для господа не для людей не чтобы люди увидели заметили чтобы господь увидел чтобы он был доволен для господа живем написано умираем ли господни давайте будем жить для господа во всем во всем от восхода до заката его любовь с нами почему же нам не жить для него во всем не разделяя во всем каждый день во всем сохраняя эту готовность последнее местописание евреям 6 глава с 9 стиха написано впрочем о вас возлюбленные мы надеемся что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения хотя и говорим так ибо не неправеден бог чтобы забыл дело ваш и труд любви которую вы оказали во имя его послужив и служа святым желаем же чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца дабы вы не обленились но подражали тем которые веры и долготерпением наследует обетование смотрите говорят обращаются до к евреям говорят что мы надеемся возлюбленные что вы в лучшем состоянии и держитесь спасение нам нужно быть в лучшем состоянии нам нужно быть в господи и держаться спасение держаться спасение когда ты за что-то держишься очень долго это это не всегда легко нужно держаться держаться и говорят бог не забыл ваше дело труд любви которую вы оказываете во имя его когда служите святым драгоценный бог не забыл каждый из вас оказывает труд любви вы оказываете во имя его вы кому-то служите вы что-то делаете не может быть чтобы кто-то ничего каждый из нас что-то делает каждый свою часть делает может даже мы не видим друг друга но каждый что-то делает кто-то меньше кто-то больше один господь знает наше сердце мотивы но каждый что-то делает и бог говорит труд любви я не забыл и они говорят желаем чтобы каждый из вас оказывал такую же ревность до конца это говорит о том что нам нельзя расслабляться нам нужно быть ревностными до конца а конец он приближается и у каждого он будет в свое время и только бог знает где мой конец и узнает когда меня забрать в небо узнает когда меня восхитить к себе а мне нужно быть ревностной до конца а тебе нужно быть ревностным до конца и они говорят желаем чтобы вы не обленились но подражали тем которые веры и долготерпением наследует обетование лень это тоже серьезная штука нам нельзя облениться она так приходит тихо-тихо так незаметно если ты даешь ей чуть-чуть место еще чуть-чуть еще чуть-чуть она может просто поглотить тебя можно найти кучу оправданий для себя но господь то знает дай бог нам не облениться дай бог нам быть ревностными до конца дай бог нам иметь веру и долготерпение чтобы обетование божие принять унаследовать восхитить чтобы как знаете павел говорил я течение совершил веру сохранил да он говорил я бегу не просто чтобы бежать на чтобы получить награду каждый спортсмен знаете если он просто просто готовился есть но любители бегуны ты просто бегаешь для здоровья но есть когда человек он посвящает свою жизнь и время чтобы достичь результата и мы сегодня посвятили себя богу мы посвятили себя господу и нам нужно знаете немножко проверять свое посвящение проверять посвящение ли я в ревности ли я действительно ли я вот правильно распоряжаюсь тем что мне бог доверил и дает этим временем этой жизнью так летит все так все летит вы знаете что то можно уже не вернуть но у нас есть новый день и бог дает шанс и всегда есть выбор начать его по-новому всегда есть выбор но хочу ли я этого захочу ли я буду ли я дорожить буду ли я очень осторожно обращаться буду ли я мудрой делали неразумной когда придет он мой жених буду ли я с этим горящим светильником не потухнет ли он не опоздаю ли я не затвориться ли дверь это все очень серьезно драгоценное все очень серьезно очень часто есть много учений мы думаем что покаялся один раз произнес молитву и все на этом слово боже говорит что царство божие усердием берется усилием очень много говорится что нам нужно хранить хранить спасение хранить свои сердца только чистые сердцем бога узрят и вот на чем нам нужно трудиться будет куда нам нужно прилагать и полагать свое время чтобы когда мы придем в небо мы действительно поняли что мы не расточили свою жизнь как когда-то помните кто помнить стих такой черные чернила когда ангел писал неторопливо все что мы делаем все куда время наше ушло и то что в вечности не имело ценности эти чернила исчезали он не мог понять как это пишут исчезла исчезла со страницы оказывается это не имело ценности для неба есть многие вещи на что мы тратим время но не имеет ценности для неба и но даже не имеет ценности для нас то что у нас разрушает она нас убивает сегодня много телевидения интернета много сетей вы знаете нужно быть настолько тоже бодрствовать в этих вещах чтобы это тебя где-то созидала и взяту что подчеркнуть то что тебе только нужно чтобы тебя не засосало не затянуло чтобы ты не потратил на это все свое время это не разрушила тебя господь он просто сегодня говорит нам нужно быть трезвыми нужно бодрствовать драгоценные войдут готовые войдут готовые и бог так любит на что он дает нам еще это время готовится 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 к битве какой-то каждый день у нас есть какие-то битвы сражения и мы готовимся мы проходим какой-то опыт на какую-то практику и нам нельзя думать о я победил в этой битве все я уже герой мне не надо я помню даже знаете когда занималась плаванием и помню буквально ты три дня пропустишь тренировки все ты плывешь и у тебя результат уже хуже на две-три секунды для плавания это очень много неделя это вообще катастрофа если кто-то пропускал неделю или заболел или еще он не ехал даже на соревнования то есть это настолько сказывалось на твой спортивный ну результат и мне бог иногда напоминает эти вещи как бы в сравнении таком если это физически земных вещах так важно то насколько важно это духовно чуть-чуть не помолился там не помолился там там забыл там побежал там слова уже раз в неделю смотри считаешь там уже раз в две недели читаешь там уже не хочется туда не хочется туда и ты уже попал он где-то держал уже на тобой враг победу и слава богу за милость боже ты всегда можешь подняться ты всегда можешь прийти к богу сказать я не хочу я не хочу господь я осознаю я каюсь я не хочу пропустить я не хочу понимаете ну можно можно ходить церковь и что-то пропустить самое важно хождение в церковь не делает нас христианами мы это знаем да господь нас меняет встреча с ним нас делает нас делает другими и он действительно на сегодня призывает к зрелости к трезвости бодрствованию говорит поднимитесь дорожите временем пересмотрите куда жизнь уходит куда уходят желания куда уходит все что я даю силы время финансы куда куда если правильно слава богу бог еще больше поправит благословит если где-то сбились он тоже если ты только хочешь этого он исправит он поможет он выровняет пути твои просто будь с ним честным аминь аминь и мы просто как бы подведем такой маленький итог то что мы начали говорили да что мне поможет правильно распределять мое время знаете это действительно любовь к богу это страх господин почтение уважение его это любовь к людям если ты будешь любить господа если ты будешь действительно почитать его все мы будем любить друг друга мы будем по-другому свое время тратить и все что у нас есть будем по-другому использовать будем мудро использовать давайте мы закроем свои глаза просто помолимся господу больше слава тебе драгоценный господь мы благодарим тебя мы благодарим тебя мы благодарим тебя господь что ты так милостив к нам ты нам даруешь еще время и ты господи не просто нам даешь время чтобы мы его расточили чтобы мы где-то были сами по себе в своей воле своих желаниях своих мечтах но твои желание есть чтобы мы дорожили временем чтобы он поступили как мудрые чтобы мы воистину господи познавали что из твоя воля вы мы исполняли твое слово облеклись в господа не обленились были в вере долготерпение христова боже мы так благодарим тебя что ты поможешь нам мы не уповаем на свои силы на уповаем на тебя что ты поможешь каждому ты знаешь у кого где есть какие проколы ты знаешь у кого есть господи какие ситуации помоги господь помоги выровнять нам пути свои быть теми кто бодрствует быть теми кто в готовности быть теми кто во всеоружии чтобы были наши чресла припоясаны светильники горящие чтобы нам познавать тебя воистину чтобы мы понимали искали тебя не найдем ли не ощутим ли боже я молюсь сейчас чтобы господи кто где-то просто был затянут боже господь мне правильное распоряжение своей жизни я молю тебя чтобы ты дал прорыв чтобы ты просто дал желание дал желание просто подняться проснуться боже воскреси все что умерло и щеком робосонта лори кранды урра басимбра лори кэра модель и кучи зелая ты сказал время пробудиться время пробудиться потому что к нам спасение уже ближе чем когда-либо было иисус благослови благослови мы не знаем когда придет день злой но ты знаешь помоги быть готовыми встречать все атаки врага помоги вы быть просто одетыми одетыми в господа утвержденного планами любви христовой щеке рома сомбра лори камер часы она приготовит свою невесту боже приготовь свою церковь чтобы она не распылялась на то что не нужно на то что земное на то что не назидает чтобы твоя невеста оно готовилось ко встрече женихом чтобы она воистину ожидала ибо тот кто ждет тут готовиться тот кто ждет тот готовится ищи к моро хорома синду на эрра васямбри кэма шымбокола рома ты и о боже благодать твоя благодать на каждого человека благодать твоя да будет сердце ожидающим да будут светильники горящие мы будем мы обличены в тебя и да будем мы дорожить господь всем что ты нам даешь этой жизнью каждая минутка ценить дорожить поступать очень осторожно друг с другом совсем и со своей жизнью господь слава тебе буш и романс и чеки эту хуру баба посидите короба щедрой через ее море кирома сири таки че за грамм башки а рима сири реки джо ла 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 реки шикета моя шамая реки шикера очень но и и юл я ор-шит она реале и ты шикogo моё я лео о шигара реarness и я ора сила придешь ты уже грядешь да будет невеста готова господь будет она в ожидании тебя есть люди которые просто ты очень сожалеешь о прошлом времени тебе так хотелось бы все поменять все вернуть но бог говорит оставь это просто отпусти это переверни эту страничку переверни просто эту в книге этот листочек продолжай есть сегодня есть настоящий просто начинай с ним он поможет не сожалею просто отпусти то что ты не можешь изменить и изменяй то что ты сегодня действительно можешь изменить и не перепутать но с другим ищи кроме хомбра си пола ищи корокором слава тебе драгоценный слава тебе господь кого-то господь как есть фильм просто сегодня говорит сильно это слово это твое время не промолчи ты знаешь о чем это он говорит тебе это твое время не промолчи это твое время не промолчи ты можешь выбрать сделай как и сфер ты увидишь спасение великое и для себя для многих хорок ищи то-то лороком башки че и за сокром брошки кому-то бог говорит не оставляй свою душу пренебрежение заботься душе своей ты можешь весь мир завоевать носит и душе своей повредишь забудь о духе своем забудь о том чтобы ты был здоров духовно душевно заботиться своем теле забудь о том что бог даёт тебе просто не откидывая это с люди которые заботятся о других очень много но ты не заботишься себе ты не вкладываешь свое сердце ты отдаешь отдаешь и бог говорит позабо позаботься позаботься сегодня чтобы ты не опустошился чтобы ты не оказался пустым твоя душа важна для господа ищи комара хоро массы джо мама массы тукра массы туля и аллилуйя у кого-то проблемы с пятками это как шпор или как по-народному говорят то есть там отлагаются как бы соли тебе больно ступать ходить бог прикасается сейчас своей рукой нежно прикасается и просто забирает из твоих пяток все что там не так он восстанавливает все ткани мышцы все что там есть он сейчас восстанавливает каждую клеточку восстанавливает восстанавливает во имя иисуса ранами иисуса ты исцелён ранами иисуса ты исцелён ищи кромору корону сам бред это поларе джей и чизаку кому-то из родителей господь просто говорит ты очень мало времени уделяешь своим детям я хочу чтобы ты просто обратил на них очень особое внимание чтобы на ты нашел время чтобы просто побаловаться с ними посмеяться вложить в них сердце свое чтобы обмениваться своей жизнью это очень важно я вижу человека ты чувствуешь себя мертвым внутри и господь он действительно у тебя такое желание пришло внутри пробудиться просто подняться и бог он воскрешает тебя он воскресит многие вещи которые умерли в тебе он просто воскресит то служение которое он вкладывал твое сердце просто то желание делать что-то он воскресит эти мечты желания и он даст тебе силы просто быть ревностным до конца ты сегодня это утерял эту ревность и он говорит я даю тебе я даю тебе эту ревность сегодня я даю тебе просто эту ревность и забираю всякую лень я забираю всякую сонливость я просто забираю все что тебя удерживает от того чтобы идти за мной следовать за мной бог говорит я даю тебе туре нас иди за ним иди за ним и щекам аханты боже хвала тебе боже хвала тебе боже хвала тебе мы благодарны тебе драгоценный благодарны благодарны тебе за твою любовь за твою мило за это время когда мы просто могли сегодня ощущать твою любовь твое прикосновение спасибо тебе спасибо спасибо и весь народ да скажет аминь слава нашему господу халилюя может быть а